Живу в Алтайском крае, это не мне, я нашел в интернете. Наша связь давно прервалась. На природе, так сказать, выучился, это, кстати, очень важно, потому что мы перейдем к высшему образованию. Отучился в Алтайском государственном университете на биолога. И через год сбежал в деревню, 8 лет живу, работаю в сельской школе, учу детей биологии. Это из соцсети, или как она, с ним делали интервью. Я не поленился, я скопировал это интервью. Ну, где-то он все-таки школьный биолог, мужчина редкий, в школе, сами понимаете. В руках у него саженцы, вот они, то есть наш человек. Смотрим дальше. Я вот это выделил. Почему? Потому что я не мог обойти эту тему. Мы сегодня будем вторую половину вебинара говорить про прививки. Но набралась вот такая, оно откуда-то сложилось так, что до прививок мы должны поговорить. Смотрите. Мимо аспиратуры я пролетел. Ирина Александровна, очень темная, напоминает, а? Какие люди мимо пролетают. К вам это не относится? Итак, выше. Сложилось так. Закончил этот Савалтайский государственный университет, защитив диплом. По какому? Обратите внимание на профессию. Специальность по направленному мунтагенезу и соматической гибридизации инвитро в культуре клеток стевиореболюдиана. Поняли, да? Вы понимаете, польза от этого, я представляю, сейчас вся наука стала на уши от того, что он защитил диплом. Сколько, какой мы продвинулись, как вперед. Нет, ребята. Не тем занимаются наши выпускники. Единственное, что хорошо, мимо аспиратуры он пролетел. Но дело-то в другом. Дело в том, что он, вот он, сельский житель, учитель, садовод, собаковод, начинающий писатель. И черт знает кто. Так вот, как Королев. Ну, Королев в качестве примера привели. Так вот, надо бы вообще все печателя такие были. А еще лучше, если бы он все-таки закончил, прошел аспиратуру, но пошел дальше по пути нас. Потому что это жесткие правила. Эти флажки, как Болков, их там держат и не позволяют им заниматься настоящим садоводством. Настоящей наукой. Почему? Пойдем ниже. Вот. Теперь, значит, я когда... Тут у меня все получается к одному. Итак, я, бра, вот эту вот сфотографировал из интернета. Так. Вот этих ребят там, от обезьяны до современного человека, вот, я не собирался фотографировать. Так совпало. Я фотографировал саженцы винограда из Сибири. Помните, я говорил, что я буду каждым этому отрицательный пример и положительный пример. Я это подготовил, потому что сколько можно, ведь что-то на миллиарды рублей в нищей России вынимают из кармана. Мошенники множатся, как эти тараканы. И несколько лет назад я не знал про эти сайты, а сейчас они лезут, лезут, лезут и лезут. Из всех щелей только бы ободрать. Выписывая саженцы самых южных стран. Не брали бы еще плавно. И вот, когда это потом поговорим, какие в Сибири саженцы, так хочется вот здесь кукиш нарисовать. Жаль, не умею рисовать на экране. Вот. А надо бы вот большой кукиш из Сибири, ага. Но, уже готовясь к вебинару, к этому, я обратил внимание вот на эту. Как будто специально, вы понимаете, фотографировал виноград, а дело в чем. Когда это сейчас выглядит, как гипотеза, как бред сумасшедшего, городского сумасшедшего, да? Вот. Он, допустим, взять, он в школе работает, да, Роман Кербер. Насчет про это говорить. Вылетит оттуда, как этот самый, со свистом, как пробка от шампанского школы. И все, и больше не возьмут. Но, дело в том, что, давайте так, Митюрин догадывался, мы почти убеждены, мы работаем с растениями, и видим, стоит им создать условия, они все становятся крупнее, вкуснее, крупнее, вкуснее. Еще ниже я покажу. Но, дело в том, что, надо быть немножко еще и, как, экстраполяцией займемся. Это значит, что, если растения чужой планеты, вот этот, товарищ, самый правый, он тоже чужой планеты. Как? Почему никто не видит, что биологические циклы не совпадают с земными у нас? Что вес тела превышает разумный, отсюда радикулит. Вот у этой обезьяны нет радикулита. А у человека есть радикулит. Никогда обезьяна не выпрямится, ей не это самое, именно из-за этого. Есть предел, знаете, вот как земля давит, это самое, с помощью силы тяжести. Вот сколько может позволить, столько позволит, дальше никто. Предел всему. Ну, поэтому, вот тут Дарвин прав, да, приспособление. А человек не приспособился. Он до сих пор мучается, потому что он иммигрант. И появился ты тут все тысяч, двадцать, тридцать лет назад. Всего-то, ни одного, мы не нашли ни одного скелета, ничего. Один бред, унесут, что вот это. Потом, да, что было потом, ой, это, дальше точно существует, я еще дальше мог бы объяснить, что, ну, ладно. Вот. Теперь так, значит, мы с чужой планеты. Значит, если это так, значит, у нас получается, что мы овечали. Вот тот предпоследний парень, это мы и есть. Вот. Где-то у нас были генетические связи вот с этим человеком. Вот. Помните, я его назвал? Петя Контроповым. Петя Контропов, вот. Получилось сердечно-среднее. Это было, не без этого. Вот. Вот. Теперь мы должны с вами хотеть, чтобы у нас все получалось. А получалось следующее. Я в прошлый раз ошибся. Я говорил, что я обращался к Михаилу Катюкову. Так. Михаилу Михайловичу. Оказывается, его наоборот сняли. Тогда получается, Михаил Михайлович, я вам большое будущее предлагал начать нормально перестроить науку и высшее образование. Вот. Оказывается, вы уходите. Наверное, вам руку пожали. Сказали, что вы выдающийся деятель. Нашли вам теплое место. Ну, получается, все эти годы к коту под хвост. Теперь будет Валерий Фальков. Вот. Сразу появилось следующее. Валерий Фальков выступил против онлайн образования. Что было до этого? До этого было очень просто, значит. Сидел этот самый за кафедрой преподаватель. Чего-то там бубнит. У каждого студента в руках все, кроме конспекта. Вот. Большая часть заплатила им плевать учиться не надо. Какой дурак будет заплатил учить того, что ему никогда не пригодится. И тут же забудется. Вы знаете, что не знает Валерий Фальков и не знал Котюков? Они не знают одно из моих постулатов, потому что и вы еще не знаете. Самое опасное для мозгов подрастающих поколений, которое приводит к отупению, это зуб брешка. Если ее не отменить, человек может слушать, прослушивать курсы того же, кто бубнит. Кто запомнит, то поймет, то поймет. Поймет именно. Запоминать нельзя. Мозги тупеют. Ребенок, придя в первый класс, по-среднему тупеет на 90%. А потом говорят, что это мозги на 5% работают. Это не я, она сказала про 5-6% объема мозга. Это наука сказала. А почему они не понимают, что нельзя зубрить? На онлайн, по крайней мере, если человек пришел, сдал экзамены, отбарабанил, ему задают вопросы, он там взял билеты, ответил, ему не поверили, что он дистанционно мог отучиться. Второй вопрос, десятый, двадцатый. На одного человека нужно день потратить, чтобы понять, дать ему диплом или нет. А здесь заплатил и все, а это продремал все 5 лет. В кабаках просидел, я заплатил все, диплом. Дипломы все переданы друг у друга, с 19 века не меняются. Эти самые курсовые работы. И спросите у тех, кто знает, рядом с вами. Что все передраны до сих пор. Диссертации передраны. У академиков диссертации передраны, не только в школе и в этом институтах. А здесь просто продолжаем сидеть и дремать на занятиях. Хорошо, гражданин Фольков, что выйдет потом? Как у этого Михаила Михайловича Котюкова? Ни хрена не знают студенты. Вообще, вся страна в холостую работает. Я разговаривал, как бы сделать, чтобы не поняли, чтобы человека с работы не сняли. Короче, в одном из учебных заведений в радиусе 100-200 километров от меня. Работает руководитель, который мне лично, глядя в глаза, сказал. Вся наша милиция отучилась бесплатно, потому что на Агранову бесплатно. Никому нахрен не нужны эти дипломы. Вся милиция отучилась и получила диплом Агранова. Они им нужны. Они учились. Они зубрили. Вот это и есть вот эта система. Она по всей стране, она как язва, все уничтожила. А почему я так говорю? Может быть, несколько человек из вас, друзья, это не наше личное дело. Возьмет и напишет, вернее, ссылки вот эти отправит в Министерство образования. Ведь когда-то же надо же начать. Но мы с вами ближе к биологии, к школьной биологии. Мы садоводы с вами, пусть любители, но мы неравнодушные же люди. В институте, в университете, в этом самом, в академии, везде, где есть учебные эти. В школе, в старших классах. В школе, ладно, там хоть выборочно. Да, юная и юна, так называемая. Вернуть их обратно. Вот. Все площади освободить. Прешкольных участков полно. Садить, садить, садить. Деревья, морковку, свеклу. Все надо научиться. Яблонь и абрикосы. Раз. Каждый студент при первых курсах, как он поступил, естественно, бесплатно. Вот. Естественно, бесплатно, чтобы туда пошли хотя бы подвижники. Нормальные дети. Сразу 10 соток. Помощь нужна? Нужна. На что должны деньги тратиться? На то, чтобы закупить, помочь. Семена. Самое элементарное. Тепка. Лопату. Участок скопать. Явку выкопать. Секатор. Пятому курсу, к окончанию, сад должен плодоносить. Нет? А нахрена ему диплом, если он не может сад вырастить? А зачем вообще они учатся? Ведь туда в большую науку идёт один из сотни из тысячи. Не больше. Те, которые сейчас с вирусом, коронавирусом борются. Из выпускников вузов. Там единицы из тысяч. Единицы. На всю страну их может быть сотня специалистов. Остальным-то нахрена это надо? А вот вырастить дерево. А потом сколько бы это действительно это самое. Сколько можно ведь картошка-то, а? Валерий Фальков. Михаил Катюков. Картошка из Египта, из Израиля в Сибири продавалась. Это что такое? Это вторая половина. Первая половина земли никогда не даёт. Я Железов, гражданин России. Вот. Кавалер Родины Славы. Ветеран труда и прочее, прочее, прочее. Полные этот самый, почётных званий. Имею право сказать следующее. Если когда-нибудь у нас всё-таки не дури будут заниматься при подготовке Конституции, то в Конституции будет записано. Первый пункт-то понятно. Права. Пункт второй. Каждый гражданин России имеет право на гектар земли. И должен получить, так прям это, цитирую, как должно быть слово-слово. И должен получить его, ему обязаны дать, в том месте, где он присмотрит его. Единственное, что ему нельзя лес вырубать. Всё. Остальное всё можно. Если будет такой закон, а его не будет, я-то понимаю, а, вы уже смеётесь? Вот самые умные, самые грамотные из вас, ну, наверное, самые старшие, уже смеются. Ну, чё, меняем тему. Но вот это всё равно, я хотел бы, чтобы оно как-то попало. Ну, хоть кто-нибудь, ну, хоть один бы там, в Минсельхозе, в Академии наук, вот. В этом самом, Минпросе, высшее образование, среднее, низшее, школьное, дошкольное, чтобы до школы уже дети умели садить семена. А мы сейчас к этому и придём. Ранее Миноборнауки обратили внимание на то, что современные студенты не готовы учиться онлайн. Конечно, не готовы. Они выходят из школы тупизна, сплошная. Я ещё понимаю, там, это, учиться, потому что, вы знаете, как дурят нас, а? Сколько раз я видел, я стою в очереди. Людей в магазинах-то, они просто обсчитывают. Вместо 200 рублей 400, вместо 300 600. И платят, потому что они ни хрена не учились. Они не виноваты, их так учили. Нельзя забивать мозги. А вы должны идти в школы, вот это вот, Миноборнауки. Вы должны идти в школы. Там ваши будущие студенты. Вы должны им объяснить. Начинается школа с того, что 4 действия арифметики выучили, умножить, сложить, разделить и отнять. Выучили. Теперь, нас учили умножать только до 100. 10 на 10, 100. Всё. А как до 200? А как до 300? До 1000? Дети должны в уме считать до миллиона. Это не зубрёжка. Это называется мозги напрягать. Вот это должно быть. Вот почему элементарные вещи-то ни хрена не доходят. Самые элементарные. А? Я же не говорю только для того, чтобы не обманывали в этом. Это вообще мозги будут нормальные. Вот тогда они будут это. Чтоб вот этого не было. Не готовы учиться. Конечно, не готовы. Любая зубрёжка. Девочка, которой начинается половое созревание, да, с этого момента она должна учить то, что я сейчас скажу. Это так я, так сказать, поверхностно. Но только не ксинусы-косинусы. Не логарифмы. Кто из вас хоть понимает смысл-то его? Диферсиальное числение, интегральное числение, а? Что в этом понимают? Гиперболы, параболы. Нахрена это всё детям, особенно девочкам, надо? Дурь, тупость, потерянные годы. Ни хрена не это. Школьная программа, идиотская. Не только я говорю про Бельгию, про биологию. Я про неё уже говорил. Я сейчас говорю не об этом. Вот. Школьная программа по этому, по литературе. Да разве это детям надо читать? Мальчикам надо читать? Жека Лондона, Федосеева, Арсеньева. А не как мы это самое. Жена читала «Войну и мир» только про любого. Я читал только батальные сцены. Нахрена в школе эта «Война и мир» нужна? Это детям надо. Лучше бы уж тогда по этих пиратам «Карибского моря» читали. По крайней мере, там не только грязь, там ещё и много богородства и прочего. Ригоризм и так далее. И много чего надо. Вот так вот. Это я обращаюсь уже к новому. Почему я так завёлся? Потому что я обращался к Катюкову. Зря только порохи стратил. Это при нём вот это вот. Как гнила, так и гниёт это высшее образование. Выходит туда. Нихрена. Я сколько раз подчёркиваю. Наши ребята, их надо собирать как штучные изделия. Везде и всюду. Это они должны. У нас должна быть селекция. Умудриться в школу привезти, переписать один к одному университетский курс по биологии. Никто, ни один человек не понимает. Учителя не понимают. Дети не понимают. Никто. Ничего. Какую сторону завёрнута улита какая-то, раковина, она же какая-то, спиралью. В левой стороне или правой стороне. Вот не хрен больше это. А нормально научить детей выращивать деревья, полюбить природу, знать для чего муравейники нужны, черви нужны, чтобы не уничтожать это всё. Чтобы вот такая, которая поливала муравейник уксусом по центральному телевидению, чтобы им в голову не пришло это. Чтобы с трибуны в неё кидали бы этим самыми. Чем угодно. Со свистом провожали. С ума сошла. Они, они аплодировали. И вот они, получается, учиться онлайн. Они готовы правильно. Потому что хоть какую-то долю тот лектор, там, университетский преподаватель, хоть что-то им вобьёт голод. Правда, оно ему надо. Да, вот этот самый Валерий Фольков считает, что... Как он считает? Ну, я там маленечко разбирался с ним. Вот. Как он считает? Должно быть общее университетское образование. Да, иначе они узкие специалисты, чуть ли не дураки, чего он считает. Но с какого-то момента они должны выходить оттуда специалистами. Приходит этот самый из электротехнического учебного учреждения на проведенную практику. Кто его подпустит к электрошкафам, к электроэтим самым? Вот. С ума сошли, чтобы его током убило. Медла в зубы, всё. О школе лекции что-то вызубрил законном, а всё. Выходит через пять лет. Пять лет коту под хвост. Теперь немножко это. Потом будем уже про хорошее говорить. Микроклонирование. Тупик. Это я говорю, Жерезов. Тупик. ГМО. Гражданин Котюков, который, это, при нём развивалось это ГМО. Знаете, о чём речь? Генномодифицированные продукты. Показывали по телевизору. Стоит, это было, правда, давненько, года три назад. Стоит этот, база, в одной яблоке, в другом груши. Говорят, они уже это, генномодифицированные. Ты, Котюков, детям, это, своим дашь эти яблоки, груши. Красивые такие. Я уже рассказывал, как. Если от картошки мрут эти самые колорадские жутки, человеку то же самое предстоит, только намного дольше. Там сразу, а тут несколько поколений, чтобы сдохнуть. Соображать же надо. Ну, твоим-то детям же не дашь. Ну, вот тебя бы посадить передо мной, сказать, и вокруг спецназ, чтобы если и этот... Нет, не спецназ, не надо. И детектор жи. И сказать, ты детям своим дашь? Если он скажет нет, ладно, живи. Если скажет дашь, чтобы показало, врет, не даст. Так нахрена нас кормить-то этим? Прививки на карли в подвоях, тупик ещё какой. Колонных, тупик. Всё это ещё будем говорить и говорить и говорить. Так, митинг закончен. Ну, по конце митинга. Вот. Можете сами, комиссию. Надо по всем институтам. Надо, во-первых, бегом год-два переделать все программы. Надо отучить их просто сидеть и ни хрена не делать. Потому что хорошо там Юлия Матвеева, Сергей Железов и это самое, Елена Савинич прошли практику у меня в саду. Это три человека всего. Остальные же ни хрена, ни один сад-то не посадят. А если посадят, пользуясь вот этим вот, ну помните, где-то что-то слышал, то что ждёт его? Они же ни хрена не это, не умеют даже. Дважды, два, я митинг не закончил. Я садил на заводе сад. Вы его видели? Я его показывал не раз. Он сейчас плодоносит, хотя к нему никто вообще не подходит. Как меня волился лет 6-7 назад, ну в смысле договор прекратил. А они их до сих пор плодоносят. Никто не подходит, ни с чем, ни с чем вообще. Вот. А мне помощь, когда я садил эти деревья, груши, яблони. Давали двух этих. Они, правда, были немолодые, лет по 30-40. Одна сиркозтехникум закончится, другая сиркозвуз. Вообще ничего не знают. Говорят, а мы ничего не знаем. Ну вы же учились, но всё равно не знаем. Вот это и есть тот самый уровень. Вот это мой совет вам. Это не вы, это просто картинка из интернета. Про это я уже говорил. Надо идти в школы. Надо каждому студенту дать деляну. Вот. Теперь. Ещё я уже договорю, потому что в другой раз уже не буду на это отвлекаться. Вы спросите меня, друзья. Наболело страшно. Видеть, куда страна катится. Он же как сказал? Это не я, это Фальков сказал. Что не готовы студенты учиться дистанционно. Он прав. И по-старому нельзя, и нормально, чтобы он взял это, пришёл сразу выпуска. Нахрена? Вы понимаете, у нас всё хуже и хуже. Снабжение, всё хуже. Институты, университеты, нищета дикая. Эти, 10 раз меньше, чем где-то там за границей получают преподаватели. Они учат, соответственно, потому что им ни хрена не платят, они так же учат. Но ведь можно же действительно сократить. Ну, до трёх лет. Ну, вот такие, как Сергей Железов. Не взяли на первый курс его, одного из лучших садоводов в России. С дипломом агронома. Не взяли на первый курс университета. Сказали, плати. А он и так в долгах весь. И в этих, как и называется. Не к носу быть вспомняты. Когда платишь за квартиру, много лет и ещё будешь платить всю жизнь. Забыл, как называется. В общем, подготовка, смена в школах, чтобы они действительно были нормальной сменой. Первое. Это мозги. Я про то, что считать до миллиона уме. Надо уметь. Любые цифры. Умножать, делить. Даже корни брать. Это только начало. Я бы целую программу составил, если бы действительно это кому-то надо было. А вторая половина. Организационная. Только начинается шестой, седьмой класс. Девочки отдельно. Мальчики отдельно. Девочкам. Медицинская подготовка. Домоводство. Вот. Подготовка к материнству. И пошло по... Всё, что это самое... Вот. Мальчики. Да, и биологи. Да, девочки ещё биологи. Они могут быть и с мальчиками учиться. Но только те, кто на это способен. И хочет. А старшие классы. Биологи отдельно. Математики отдельно. Конструкторы отдельно. Учителя будущие отдельно. Доктора. Медицина. Медицина, подчёркиваю. Просто многодетной матери. То есть, это, как бы сказать, развивка. Сам принцип, поняли, да? Вот так должно быть. Вот такая должна быть школа. Чтоб выходили оттуда. Физически здорово выходили. Чтоб каждый мальчик умел драться. Вырастили целое поколение трусов.